МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон 2017 клуба веселых и находчивых успешно стартовал. Сегодня уже третья игра сезона. А именно, одна четвертая региональная лига столица. 9 команд из Чувашии и не только планируют покорить сердца зрителей и жюри. Как они будут это делать, кто готовит реквизит в командах и как рассмешить зрителей? Все это мы узнаем сегодня в эфире программы КВН за кадром. Итак, на шоу поле чудес кончились буквы. Ну, я даже не знаю. Это вчера шла в пледе, нет? Правильно! Итак, Чагу, расскажите, что сегодня увидят зрители? Смех? Нет, не увидят смех. Как выглядит смех? Они увидят новую форму. Что не так было со старой формой? Почему решили, что вам нужна новая? Старая форма была собрана из старых форм. Из того, что было. И вообще она Лене была не к лицу. И мы решили, что новая. Вот, посмотрите, какой красивый стал Лене. То есть это форма Лени к лицу? Да. Думаешь, себя красит такая форма? Да, наверное. То есть не уверен? Да, наверное. Сегодня победите? Одно место точно будет, пока Миша и Лисеева не говорите. Почему второе? Тут много конкурентов. На первую что не дотянется, что ли, ребят? Первые не заказываем, чтобы не палиться. Ну, типа, короче, вторые, вторые, вторые. А там в финале, короче, бам! И все. Оп! Интересно получилось. Для региональной лиги столицы сегодня заключительная игра перед летним перерывом. Этих КВНщиков мы увидим лишь осенью, поэтому именно эта игра должна запомниться зрителям. Свет выставлен, кулисы закрыты, а в зале практически нет свободных мест. Это значит, игра КВН вот-вот начнется. Сумеют ли КВНщики рассмешить зал? Что ж, это мы узнаем прямо сейчас. Встречайте, ведущие игры Сергеев Роман. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Громче, громче, громче! Ну что же, наступила, наступила долгожданная весна. Наступила долгожданная четвертьфинальная игра региональной лиги столицы Международного союза КВН. Еще раз всем добрый вечер! А что это за прекрасное создание? Наверное, сегодня на небесах не дочитались одного ангела. Алло, Гавриил? У нас там все на месте? Ну что ты вечно мне мешаешь? Да потому что ты, Никита, как енот-полоскун. Полоскал-полоскал и не перезвонил. Ребят, как рассмешить зал? Это не к нам. Это сложный вопрос. А как писать смешные шутки? Вот это точно не к нам. На самом деле, по секрету вам скажу. Берем листок бумаги и ручку. Записываем какую-то мысль. Отдаем ее человеку, который сидит справа. Он эту мысль пытается превратить во что-то смешное. Отдаем следующему человеку. Он ее докручивает. И вот так, когда, что называется, до тебя доходит твой же листочек, у тебя там смешная шутка. И ты ее вроде как придумал. Вот и все. У вас таким образом получается смешить зрителей? Нет. В последнее время появилось множество авиакомпаний, обслуживание в которых оставляет желать лучшего. Итак, на одном из таких авиарейсов. Внимание не обращайте, я просто мимо турбин проходила. Женщина, какие турбины? Мы уже 6 часов в небе. И что, я не могу выйти покурить, что ли? Такой интересный. Что хочешь? Я у вас хотел плед попросить, холодно. Ну, если холодно, может быть, горячий чай, кофе, секс? Секс? А, что-то перехотелось. Я что выходил, это у меня две новости. Хорошая и плохая. Плохая наши пилоты выпивают. Хорошая за ваше здоровье, ваши дорогие! Как рождаются команды КВН, что их затягивает в игре и почему они так ее любят? У каждой из команд Лиги Столица своя история. Например, вот эти ребята сборная небольшого городка из Зеленодольска до поли напоминают всем известную команду из Мурманска. Почему вас сравнивают с командой из Мурманска? Мы теряемся в догадках. То есть, да, мы сначала, когда мы только начинали в этом концепте, были немножечко похожи на Мурманск, но с тех пор мы сделали работу над ошибками, мы перестали быть похожи на Мурманск. Мы распределили текст между всеми участниками, мы шутим на другие темы, но нас почему-то все равно сравнили с Мурманском. Ну, просто на самом деле у этого парня очень такая же большая харизма, в первую очередь, да, как и у капитана команды Мурманска, поэтому, наверное, немножко есть какие-то параллели, но не более того. Ну, вам самим-то не обидно или наоборот, может быть, приятно? Нет, мне Мурманс нравится, но все-таки мы как-то, мы другая команда. Да, ну да. Хотелось бы все-таки, чтобы мы были несравнены. Кстати, КВНчики решительно настроены на победу, даже выучили чувашский язык. Очень сложно. Очень. Сложный язык? Очень сложный и странный язык. Что странного? Такое ощущение, когда его слышишь, как будто бы в обратной перемотке слова на русском языке. Так и было. Вот оно, как придумано стало. Языки так и придумывались. Ну да. Просто взяли запись. Хорошо, зачем вообще придумали, зачем им сразу на чувашском языке-то? А смешно будет, потому это единственный наш принцип. Да, мы когда что-то придумываем, мы сделаем так, чтобы смешно было. КВН, короче. Ребят, а вам не кажется, что я поправилась? А я вам говорил, она болеет чем-то. А я вообще не знаю, зачем мы ее в команду взяли. Бесполезный человек. Что? О, эсман агаларыны, охма хайрзыгарыны, такшанах шаржиман штоль? Опа-ана, пыгарха. Кампи варна еще. Возом, че вошла, кава-жащи? Усы, лапы и хвост мои документы. Команда КВН руки, единственные КВНщики, за которых играет кот. Он мурчит, любит ласку, вкладку приучен. В общем, одни плюсы. Зачем вам в команде кот? Поплавляем символ института. То есть надо, чтобы все видели его. Ну вообще, кот это запасной вариант, если вдруг шарму и нечего будет делать. Вот. А кто у вас вообще играет-то кота? Все. Все, да. Очереди? Даже ты? Может быть. И как тебе в костюме кота? Жарко. Зачем тебе нарисованная борода? Потому что нас отказался играть один артист. Пришлось мне быть. Чем? Чем ты намазал себя? Углем. Углем. Просто я делал шашлык, у нас возникла гениальная идея, намазать его углем. Что за образ тогда? В кого сегодня играют? Брат Давида я. Да. То есть Давид без бороды, а ты брат. Да, я старший брат. Давид, наконец-то мы остались одни. Да, я так давно этого ждал. Давид, я так не могу, он смотрит. И что? Я тебе больше скажу, он даже еще и все понимает. Не обращай внимания. Не обращать внимания на полутораметрового кота? Ну все, он меня достал. Даша, не ругайся. Наших братьев-животных надо все-таки беречь. Отдущий брат. Блин, Давид. Сначала Wi-Fi, теперь фасоль. Сезон не успел начаться, а эти квенщики уже успели поменять и название, и стиль команды. Сейчас они примеряют на себя музыкальный образ. Солист группы Кармен немножечко заскучал в очереди. Пусть говорят, что ты судьбу не веришь. I wanna live in your dream. Мы с невестой не сыграли телетеста, я последствием кидаю снег у подъезда. На 8 марта хотел подарить ей цветы, с розочкой за розочкой, а там менты. Жизнь его стала словно, пусть говорят. Я виновник любви, а меня посадить хотят. Эх, помню, как падали у всех на виду. Она его корова, а он ее выгнает. Но я верну тебя, как Nokia 3310. Но в твоем случае она у тебя лет 10. В общем, вырываясь на шабашку, несут цветы. А оказалось, вовсе не ждала ты. У меня любовь московская страстная. Я влюбилась в таджикского мастера. Он как француз говорит слова. You will be, you will be, you maya. Кто ваши идейные вдохновители? Я тут читала, что сборная Сельхозакадемии. Правда ли это? Ну да, наверное. Вот он лучше ответит на этот вопрос. Сельхозка лучше. Почему? Мы не высшую лёгу выиграли. То есть это... Сельхозакадемия тоже чувашские ребята учатся. Ну, нравится им. Хорошо. А чем вдохновляет тогда сборная Сельхозакадемия? Концептом. Акцентом. Акцентом? Концептом, акцентом. Всем вдохновляет. Команда КВН «Фасоль» ребят называют вас своими идейными вдохновителями. Высшая лигия. Ребята подумали, что мы фавориты, когда пришли сюда, в столицу. Мы стали ихними уж прославителями. Команка КВН «Фасоль», вы уверены, да, сейчас? Да. Почему форму, ребята, сменили? Почему синяя? У вас же раньше все время белая, зелёная была. То, что вы сегодня придёте в этом платье, поэтому выбрали эту форму. А если сейчас я приду в другом платье, другого цвета? Придётся опять скидываться и опять покупать новую форму. А кто вам говорит, в каком я приду? Отличный студент. Свет, рассказывай, откуда узнаю? Не, я не то чтобы слежусь за тобой, ни в коем случае, просто... Природное чутьё. Всем привет, друзья! Что надо написать? Всё сделаем. Корпоративный юбилей и свадьбы, да? Давайте разминку сыграем. Давай какой-нибудь вопрос задайте нам. Мы смешно ответим, постараемся. Давайте, да? Они просто разминку проиграли. Я им сам сдаю ещё раз. Как писать смешные шутки? Этот вопрос был, ребята, не отвечайте, это подстава. Ради тебя достану все я звёзды. Ради тебя дострою мост московский. Слышь, ты кто такой вообще? Так, ты сын Шапутинского? Я отвечаю за подвижность команды. А кокошник тебе зачем? Для миниатюры. Итак, представьте, Надежда Кадышева готовит еду. Реквизит в КВ не играет немаловажную роль. Он может создать нужный образ. Но сильно заморачиваться не стоит. Чаще всего можно обойтись небольшим элементом. Например, полицейского просто обозначить фуражкой, а не искать всю форму. Вот, кстати, команда КВН «Солнечный берег» не стала сооружать большой реквизит, а просто разрисовала своих участников. Купола, купола, повернитесь ко мне передом, к веркалу задом. Мне интересно. Здравствуйте. Ребят, почему купола? Зачем вам они? А это будет небольшое тестирование, которое будет проходить на сцене. А нашим немецким туристам будет задан вопрос. Какой именно монастырь там будет обозначено, отмечен на теле? И будет правильный ответ. Вот он, буковка «Б». Мы рисовали. Девочки очень старались, губами вырисовывали. Они на свои губы наносили черную, я не понимаю, что. И вырисовывали, да. Получилось. Где эти самые девочки, которые вырисовывали? Девочки. Кто вырисовывал? Вот она. Да. Имею художественную обезону. Ну и как губами вырисовывать купола? 27, 919. Замечательно, ничего сложного. Это не первая моя работа. Что еще губами вырисовывали? Только купола. К сожалению, я узконаправленный специалист. Алексей, вы уже столько боев провели, но до сих пор не встречались с этим бойцом. Дамы и господа, встречайте. Конор Макгрегор! Вы что, это же не Мургунов? Мургунов, Соловьев, какая разница? Разница 40 килограмм. А у меня с собой даже полиса нет. Послушай, в БСМП и так принимают. Давай, наваляй ему. Тренер, он двумя кулаками собрался драться. Алексей, осторожней. Если вы меня сильно ударите, я своей кровью ваши джинсы могу испачкать. Деремся до первой крови. Я согласен. Возьмите из пальца, пожалуйста. Выступление команд позади. А это значит, что буквально через пару минут мы узнаем лучших КВН-чиков этой игры. Была очень плотная игра по сравнению с 1-8. Ну, команды молодые, но очень быстро учатся. Поэтому и зал сегодня собрался хорошо. Ну, мне сегодня очень понравилось. Был правильный, хороший КВН. И победитель сегодняшней игры. Сборная небольшого города. 6 баллов ровно. Поздравляю с первой победой в региональной лиге столицы. Как удалось вам рассмешить зал? Мы не знаем. Мы не знаем, как нам удалось, потому что я даже одну шутку вначале забыл вообще. Но главное, что мы получали удовольствие от этого очень теплого и очень дружелюбного зала. И, как мы видим, и залы жюри сумели получить удовольствие от нас. Команда КВН-сборная небольшого города. Это сегодня стало лучше и на один шаг приблизилось к Кубку региональной лиги. На этом весенние игры столицы подошли к концу. Теперь КВН-чиков мы увидим лишь осенью на полуфинале и финале. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии.